Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Беспрецедентные работы по перекладке тепловых сетей не повлияют на сроки подачи отопления в Самаре. Почти половина социальных объектов города уже обеспечены теплом. Льготники, отказавшиеся от набора социальных услуг в пользу денег, смогут снова его получать. Этим правом уже воспользовались около 5000 человек. Россияне просрочили потреб кредиты на 27 с лишним миллиардов рублей. Это максимальный прирост с начала кризиса в стране. Подробности в новостях экономики. Почти половина социальных объектов, детские сады, школы, больницы города уже обеспечены теплом. В Самаре продолжается подача отопления, в том числе в жилые дома. Дополнительные объемы перекладок теплотрасс не повлияют на сроки старта отопительного сезона. Степень готовности работ по перекладкам теплосетей сегодня обсудили глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко на выездном совещании. Подробности в нашем сюжете. Большие дополнительные объемы перекладок теплотрасс не повлияют на сроки старта отопительного сезона. Готовность теплосетей Самары к зиме стала главной темой выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной и первого вице-мэра Владимира Василенко. Первый заместитель главы доложил об основных участках теплотрасс, на которых работы еще ведутся. Напомним, в этом году из-за перехода к единой ценовой зоне теплоснабжения в Самаре удалось существенно увеличить количество ремонтируемых объектов. Сразу семь дополнительных объектов будут перевооружены. В основном это квартальные сети с высоким уровнем износа. Ремонт тепловых сетей завершается на улице Алексея Толстого. Работа закончится к концу сентября. Остается подсоединить к главной тепломагистрали 50-метровый отрезок. Трасса снабжает теплом дома на участке от Степана Разина до Максима Горького. Этот объект на особом контроле городских властей из-за его сложности. В прошлом отопительном сезоне здесь произошло два повреждения. А с какого числа общая перекладка по этой улице у нас началась? Она 27 июля. Июля, то есть почти в августе месяц. За месяц такой объем работы. Да, большой объем работы. Труба 700-я, мы тоже ее видим в этом вопросе. Она находится, как вы и ставили задачу на контроле, я здесь каждый день бываю. Все объекты по техническому перевооружению, которые планировались изначально, готовы к приему тепла. Что касается семи дополнительных, то по советской армии работы идут в штатном режиме. По Гастелло и Радонежской монтажная схема будет собрана до 30 сентября. По улице Печорской от Карбышева до 1-го безымянного переулка в работе сразу 4 участка. Работы завершатся к 3 октября. Сложным объектом является теплотрасса на Пензенской, поскольку здесь участки располагаются в дворах. Работы должны завершить к 3 октября. Там все во дворах, 72, 70, 50, вернее 68, и вот идет, ну грубо скажем, от Дачи во дворах идет до улицы Владимирской. Работы там ведут, я на этом объекте бываю, он каждый день, потому что он очень сложный и большой кусок. Вот Пензенская вся практически от Карла Маркса, Дачная, сама Пензенская и Владимирская, они сидят на этой трубе. Все участки, на которых сейчас ведутся работы, находятся на личном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Всего в этом году обновляют 20 километров теплотрасс. Объем работ беспрецедентен. Это позволит преодолеть одну из самых наиболевших проблем городского хозяйства – колоссальный износ коммунальной инфраструктуры. И при этом нужно уложиться в сжатые сроки. Поэтому работы организованы в соответствии с жесткими графиками, чтобы тепло в дома, детские сады, школы и больницы поступило вовремя. Напомним, по поручению главы Самары Елены Лапушкиной, еще до официального старта отопительного сезона тепло начали подавать в детские сады, учреждения опеки и попечительства и больницы. Андрей Горгуленко, Гульфия Сафин и Григорий Плешаков. События. А чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, в Самаре организуют учения по ликвидации угрозы ЧАЭС. Теплоэнергетики и представители городской власти отрабатывают возможные нештатные ситуации. По легенде, зимой сразу в нескольких районах города пропало электричество. Из строя вышли насосные пункты. Жители домов, пациенты лечебных учреждений и школьники остались без отопления. Как удалось справиться с такой проблемой, увидел Анатолий Головко. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самаре проходят учения по ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций, приуроченные к старту отопительного сезона. В них участвуют представители городских властей, районных администраций, ресурсоснабжающие организации, оперативные группы и филиал регионального диспетчерского управления. По легенде, в 20-ти градусный мороз в промышленном, Кировском и Советском районах отключилось электричество. В результате чего останавливаются насосы, перестают работать котельные, без тепла и воды остаются жители 819 домов, 80 учебных учреждений, 28 больниц и стационаров. В городе ввели режим ЧП. Для жителей развернули 41 пункт временного размещения. Школы и больницы подключили к резервным источникам отопления – мобильным котельным. Мы сейчас берем больницу Симашко, подхватываем котельную, ставим, разворачиваем в реальном времени этот режим котельную, переводим ее туда. Вот такими методами мы сегодня и цель учения именно достигается таким вопросом. В случае аварии мобильную котельную можно развернуть всего за 4 часа. Ее мощности хватит для того, чтобы обеспечивать бесперебойным теплом лечебное учреждение, школу, детский сад и даже большой многоквартирный дом. Сегодня учения провели у школы номер 147 и на территории больницы имени Симашко. Мобильная котельная работает, грубо говоря, от дизеля, подключается подпитка холодной воды, собственно говоря, и уже в данном конкретном случае подключились к ЦТП на больнице имени Симашко. Данную больницу решили обеспечить альтернативным источником тепла, чтобы заранее вывести трубы и именизировать тот промежуток времени, за который подключается мобильная котельная. На месте аварии выставляют подвижный пункт управления. С его помощью представители городских властей могут следить за ситуацией в режиме реального времени 24 часа в сутки. Для этого рядом с автомобилем устанавливают камеры видеонаблюдения. Пункт управления позволяет организовать работу, ну скажем так, в полевых условиях, ну в условиях города, на улице. В данном случае мы осуществляем контроль за развертыванием подвижной котельной, которая обеспечивает работу больницы. Учения в Самаре продлятся до 26 сентября. Специалисты из разных сфер должны устранить аварию за 48 часов. После этого представители городских властей должны подвести итоги. Анатолий Головко, Константин Головин. События. На сегодня в Самаре уже подключено свыше 60% объектов социальной сферы. В первую очередь тепло поступает в учреждения с круглосуточным пребыванием людей в детские сады. Среди них 64 больницы, 147 детских садов, 14 учреждений опеки и попечительства и 41 школа. Как только в течение трех дней будет держаться температура на уровне 8 градусов и ниже, отопительный сезон начнется официально для всех. В Самаре трубы должны потеплеть более чем в 10 тысячах многоэтажек. Сразу вместе их подключить невозможно, на это требуется время. В этом году в городе происходит так называемое мягкое включение. Уже сейчас разворачиваются теплоисточники и включаются котельные. Дальше мы подойдем планомерно, завтра будет динамика совершенно другая, и мы подойдем к позиции того, что будем начинать и включать объекты медицинские, здравоохранения, те, которые встроены, пристроены, даже не нахождение там людей с постоянным пребыванием, а есть амбулаторное лечение, есть люди приходят в поликлиники, вот это тоже будем включать. В Самарской области за сутки зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе более 11 тысяч. Из-за роста заболеваемости усилили контроль за соблюдением мер безопасности. Например, более 500 самарцев без масок в этом месяце не смогли проехать в общественном транспорте. Наша съемочная группа отправилась в один из рейдов, чтобы проверить, как соблюдается масочный режим и что грозит тем, кто отказывается от индивидуальных средств защиты. Масочный режим предусмотрен и в общественном транспорте. При его нарушении транспорт не будет осуществлять движение. В час пик в общественном транспорте соблюдать дистанцию в полтора метра невозможно. В такой ситуации соблюдение масочного режима жизненно необходимо. Молодой человек, наденьте маску, пожалуйста. Здесь масочки одеваем, пожалуйста. Масочный режим действует в регионе с 1 мая, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. А с этой недели, с учетом обострения сезонных простуд и высокой статистики заболеваемости коронавирусом, контроль за мерами безопасности усилили. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, втрое увеличено количество бригад для проведения рейдового контроля. Таким образом, количество маршрутов и транспортных средств, которые ежедневно охватывают рейдами, тоже возросло. О том, что садиться в общественный транспорт можно только в средствах защиты дыхательных путей, неустанно сообщают и сотрудники транспорта, и народные дружинники. Тех, кто маски отказывается надевать, мы просим выйти, поскольку они создают риск, угроза распространения инфекции. У меня многие близкие люди переболели коронавирусом, причем очень серьезно. И я очень сильно переживаю, особенно у меня маленький ребенок, я не очень хотела, чтобы он заболел. И водители, и кондукторы получили от городских властей и руководства транспортных предприятий четкие инструкции. Указать на дверь, если пассажир не захочет надевать маску, а если не выходит, не трогаться с места. Вот я накрасила губы, мне неудобно, она ко мне прилипает, мне неудобно. Мы вынуждены будем остановить сейчас трамвай и просить вас одену маску. Я одену маску. Оденьте, пожалуйста. Я одену маску. Если какой-то пассажир будет без маски, и мы будем вынуждены остановить трамвай, то из одного пассажира пострадают многие сотни пассажиров и могут опоздать к месту назначения своему. Мы никому ничего не должны, понимаете? Мы никому не должны ничего. Мы никому ничего не должны. В итоге, только в сентябре из наземного транспорта высадили около 200 пассажиров. В метро не пропускают каждую неделю до 300 противников масочного режима. Это и касается автобусов, и троллейбусов, и трамваев. Мы сознаем, что да, мы можем держать всю трамвайную линию таким образом, но здоровье для нас важнее. И наши пассажиры не должны подвергаться риску подхватить какую-то инфекцию в общественном транспорте. Каждый день у всех перевозчиков проводится предрейсовый инструктаж водителей и кондукторов. Ни одно обращение горожан относительно ужесточения мер, поступающие в городской департамент транспорта и предприятия, не остается без рассмотрения. Еженедельно проводится собрание с личным составом. На этом собрании мы разбираем конкретные случаи с приглашением тех водителей и кондукторов, которые присутствовали, которые указаны в этих постах, либо в сообщениях на горячую линию. Горячая линия у нас работает в транспорте. И каждое сообщение, ни одно сообщение не останется неотвеченным, скажем так, без обратной связи. Пока в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, рейды во всех видах общественного транспорта будут продолжаться. Предусмотрены и взаимодействия с полицией. Напомним, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Маски и перчатки необходимо использовать не только в транспорте, но и в любых других общественных местах. Например, в магазинах. Олег Зверев проверил соблюдение масочного режима в объектах торговли. Дезинфекция в режиме нон-стоп. После обработки последнего прилавка все начинается заново. Так сейчас проводятся санитарные мероприятия в самарских магазинах. В городе более 9 тысяч объектов потребительского рынка. Их руководители предупреждены об участившихся случаях заражения коронавирусом. Маски, санитайзеры, перчатки покупателям раздают повсеместно. В нашем магазине все кассиры используют средства индивидуальной защиты. Используют маски и перчатки. Посетителей мы также просим одеть на входе маску. Если у покупателя нет с собой наличия маски, то мы предлагаем одеть наши маски. Они даются бесплатно каждому покупателю. Во всех крупных торговых центрах, небольших магазинах и даже киосках наличие маски – обязательные требования. Продавец имеет полное право отказать покупателю в обслуживании, если тот не имеет средств индивидуальной защиты. В противном случае штраф грозит уже самому торговому предприятию. Начиная с марта этого года было проведено более 170 тысяч проверок. Выявлено 945 нарушений. Администрациями внутригородских районов, отделами потребительского рынка в ежедневном режиме проводится мониторинг торговых точек, как на улице, так и в торговых центрах, так и в зданиях. Информация о выявленных нарушениях в виде материалов направляется в управление гражданской защиты администрации городского города Самара. Впрочем, строгие меры применяются все реже. Большинство самарцев уже привыкли к новому порядку. И практически все имеют в собой запас масок и средств дезинфекции. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Палаточный городок под Кенелем, в котором жили мигранты из Узбекистана, больше не принимает временных постояльцев. Люди, которые находились в Самарской области из-за пандемии коронавируса, возвращаются домой. Их отправляют в Ташкент на поезде. Наш корреспондент Анатолий Головко проводил около тысячи иностранцев с железнодорожной станции в Кенеле и подготовил об этом эксклюзивный репортаж. Когда Абдул-Азиз Турумбаев вспоминает про родной дом и семью, на его лице появляется улыбка. Мужчина оказался в лагере под Кенелем совсем недавно. Приехал из соседней Саратовской области, где работал фермером. Мужчина не знал, что сухопутная граница с Казахстаном по-прежнему находится на замке. Он доверился слухам, которые распространяли в интернете. Десять дней Абдул-Азиз провел в палаточном городке. Правительство Самарской области протянуло руку помощи иностранцу и его землякам в трудный момент. Мигрантам помогали медики, круглосуточно охраняли сотрудники полиции и Росгвардии. Всех обеспечивали трехразовым горячим питанием. На территории лагеря создали все условия для нормальной жизни. И вот Абдул-Азиз вместе с другими жителями Узбекистана отправляется домой на поезде. Администрация Кенеля помогла мигрантам добраться до вокзала на автобусах. В Ташкент уехали около тысячи человек. В лагере под Кенелем еще остаются несколько сотен человек, но скоро они тоже уедут в Узбекистан. Сейчас в лагере есть 50-20 местных палаток, в которых живут люди. Здесь есть администрация лагеря, есть охрана этого лагеря с целью недопущения различных правонарушений. Территория лагеря опахана с целью противопожарной безопасности. Имеются туалеты, вода ежедневно привозят с порядка 10 кубов. Организованы торговые палатки, горячее питание. С нетерпением ждал поездов Ташкент и Сардор Абраев. В поезде, на котором уезжают мигранты, соблюдали все требования безопасности. Чтобы не заболеть коронавирусом, пассажиры и проводники использовали средства индивидуальной защиты. Одноразовые латексные перчатки и медицинские маски. Бесплатная постель, стоимость билета входит. Тут чай, обслуга, плюс у нас вагон-ресторан. Если пассажир хочет кушать, попить, пожалуйста. Ну, все должно соответствовать требованиям карантина. Это естественно. Все маски, перчатки. Уже в ближайшее время из Самарской области в Узбекистан уедут еще несколько сотен человек. За ними приедет следующий специальный поезд из Ташкента. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Подземный этаж и второй зрительный зал появятся у Самарского театра драмы. Проект реконструкции здания представили профессиональному сообществу. Исторический вид театра планируют сохранить. А что изменится, выяснил Олег Зверев. Проект, который выдержал испытание временем. Реконструкции Самарского театра драмы, пожалуй, самая обсуждаемая тема в профессиональном сообществе архитекторов региона. Неудивительно, здание конца 19 века уникально и особо охраняется государством. И вот решение найдено. Концепция обновленного пряничного домика, которая устраивает всех, представлена на заседании секции градостроительного совета. Сейчас, путем длительной работы, выработки решений, рассмотрения на секции градостроительного совета, на градостроительного губернатора, мы подходим к решению, которое удовлетворяет и требования ресторваторов, научных руководителей этого проекта, и требования театра. Авторы проекта – группа архитекторов. Под руководством Дмитрия Орлова постаралась учесть все мнения, которые были озвучены ранее. Согласно замыслу, будет полностью сохранена историческая часть здания и конструкции интерьера. От строительства дополнительных корпусов решено отказаться. Это изуродует и театр, и прилежащий сквер. Все работы пойдут вглубь. Будет сооружен подземный этаж, где разместится второй зрительный зал. Историческое здание, конечно, по максимуму остается таким, как и кимоно было. Это охраняемый объект, его интерьеры и планировочные решения в том числе охраняются. Мы предлагаем разместить малый зал камерный, то есть второй театр, в подземном пространстве за существующим театром. Кроме того, здание должно быть приведено к современным стандартам. Его оснастят новыми коммуникациями, системами пожаротушения и кондиционирования. Олег Зверев, Константин Головин, События. Президент Владимир Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости. В августе россияне просрочили потреб кредиты на 27,5 миллиардов рублей. Новый законопроект о реновации ветхого и аварийного жилья предложили распространить на всю страну. Об этом подробнее расскажет моя коллега Виктория Шаре. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. О новостях экономики сегодня расскажу я, Виктория Шаре. Доллар поднялся до 76 рублей 35 копеек, евро снизился до 89 рублей 25 копеек. Об этом в четверг, 24 сентября, свидетельствуют данные Центробанка России. Сегодня по самому выгодному курсу в Самаре доллар можно купить за 77 рублей 46 копеек, евро за 90 рублей 22 копейки. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже составляет 42 доллара за баррель. Президент Владимир Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости. Доля нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году впервые в современной истории России снизится до трети, заявил президент. Тогда как 10 лет назад доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета. В августе просроченными стали считаться потреб кредита россиян на 27,5 миллиардов рублей. Это максимальный прирост с начала кризиса в России. В категорию проблемных начали попадать займы, по которым платежи прекратились именно в пандемию. По итогам прошлого месяца портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней, достиг 570 миллиардов рублей. За август в категорию проблемных попало 79,5 тысяч суд на 27 миллиардов рублей. Это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России. Для сравнения, в июле прирост плохих долгов в сегменте необеспеченного кредитования был в 2,5 раза ниже. Новый законопроект о реновации ветхого и аварийного жилья предложили распространить на всю Россию. Законодательную инициативу поддержало правительство. Проект содержит ряд мероприятий, которые должны ускорить расстеление аварийного жилья. В том числе предусматривается комплексное развитие территорий совместно с инвесторами. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулин. По его словам, сейчас идет активное обсуждение закона. Какие будут утверждены параметры в окончательной версии документа, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтении. За основу нового законопроекта о комплексном развитии территорий была взята московская программа реновации пятиэтажек. Программа будет добровольной, а вхождение в нее пройдет по московскому опыту голосований. Собственники земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах застраиваемой территории, получат право самостоятельно инициировать деятельность властей по комплексному развитию территории. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самаре льготники, отказавшиеся от набора социальных услуг в пользу денег, смогут снова его получать. Этим правом уже воспользовались около пяти тысяч человек. Им бесплатно предоставляют жизненно важные препараты, проезд на отдельных видах транспорта и льготное санаторно-курортное лечение. Подробнее расскажет Елена Малютина. Марина Горячкина принимает лекарства ежедневно. У нее сахарный диабет и сопутствующие заболевания. В месяц лечение обходится в 20 тысяч рублей. Такую сумму с пенсии женщина выделить не может. Этого и не требуется. По состоянию здоровья Марина Юрьевна относится к льготной категории граждан. А потому уже около 10 лет пользуется набором социальных услуг. Все медикаменты ей предоставляет государство за счет средств из федерального бюджета. В набор социальных услуг входят различные жизненно важные препараты. Сейчас их около двух тысяч, но каждый год список расширяется. В него включаются новые инновационные лекарства. Также бесплатный проезд на отдельных видах транспорта и санаторно-курортное лечение. Все эти льготы могут получить инвалиды, участники боевых действий, люди, пострадавшие от радиации. Каждый из них может воспользоваться набором социальных услуг или получить денежную компенсацию. Врачи предупреждают. Выбирая деньги, льготники рискуют ухудшить состояние здоровья. Могут возникнуть осложнения и обостриться хронические заболевания. Пользуясь льготой, нужно регулярно посещать врача, поэтому самочувствие пациентов всегда под контролем специалистов. Необходимое лечение корректируется, а препараты можно получить в специализированных аптеках. Выписка льготных лекарственных препаратов инвалидам и пациентам старше 65 лет осуществляется сроком на 90 дней. По последним данным, по приказу Министерства здравоохранения, до 180 дней. Но это решается индивидуально с учетом анамнеза состояния пациента, на какой срок будет выписан тот или иной препарат. Программа лекарственной поддержки федеральных льготников реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Лекарство, которое не входит в федеральный перечень, но необходимо пациенту по назначению, оплачивает областной бюджет. До 1 октября у льготников, которые предпочли деньги, есть возможность вернуть себе набор социальных услуг. Для этого нужно обратиться в пенсионный фонд, либо в МФЦ. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Новый рубеж. 25 миллионов просмотров. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова